Всем привет! С вами я, Денис Кривошеев, и мы продолжаем нашу кулинарную шу. В прошлой серии мы готовили фельдшиста Толярус, мечта итальянки по России, это макароны с сосисками, вернее сосиски под макаронами. Но сейчас мы приготовим такое, на первый взгляд, простое блюдо, как картофель, но тоже в приготовке картофеля есть и свои секреты. Ну и чтобы сэкономить и вам, и себе времени для просмотра данного ролика, я уже всю картошку почистил. И даже более того, я ее порезал на вот такие вот кусочки. А резал я ее не каким-нибудь ножом, а вот этой вот теркой. Для чего? Чтобы она, ну тут уже нет, но вот, давайте я покажу вам сейчас, чтобы она получилась рифленая. Как, как чипсы. Ну, а готовить мы будем не абы где, а в духовке. Для этого мы должны вынуть всякие нам ненужные материалы. Ну, это, ну это, ну это первые. Вот это, как это, хрень. Даже не знаю, как назвать. Поднос, что ли, наверное, какой-то. Ну, да. Он нам не нужен, мы же не будем два ряда готовить. Ну, ну, эту решетку вот для сосисок мы тоже вынимаем из духовки. Так как я и небольшой любитель сосисок, вот, чтобы они жарят в духовке, я все-таки предпочитаю их варить, а не жарить. А вот на этой штуковине мы как раз будем соберем, будем готовить картофель. Тут надо тоже смотреть, чтобы вот эта вот сторона, она была как бы, ну как бы, к тебе поближе, чем задняя. Ну, то есть, вы поняли, короче, вот так вот надо туда загружать, а не вот так. Ну, и прежде чем мы туда, мы туда наш картофель загрузим, да, тот еще я геймер. Так вот, надо все-таки маслом полить, дабы, она, ну, чтобы ее потом можно было легко, легко с этой самой противни забрать на тарелку. Ну, все-таки я за культурную жачку, а не руками. Самое обычное растительное подсолнечное масло, которое есть в любом магазине, в любом городе. Наливаем его. Также, когда мы наливаем масло, такая вещь с ним творится, что он постоянно глупируется по центру противня. Но надо все-таки его распределить по весь противень. Я делаю вот такими вот движениями, распределяю подсолнечное масло по всей противень. И вот так вот мы. Все, все готово, противень готово, загружаем туда наш картофель. Приходится нам это делать вручную и, как вы видите, стоя. Хотя можно, в принципе, и сидя, но... Просто мне сейчас ноутбук включу, поэтому... Да, насчет картофеля и противень. Надо аккуратно не пихать картофель на картофель, а распределить так, чтобы каждая долька картофельная была на своем месте и не заслоняла другую дольку картофеля для готовки. Ну, а пока я раскладываю картофель, я хочу вам сообщить, что конкретно на мои планы. Сейчас я постучу по дереву, чтобы не сглазить. Делаю большую, объемную работу про то, что... Как бы... Как бы это сказать-то, блин... В общем, работу такую... Как мы... В общем, что мы делали до всех событий на Украине. Ну, госпереворота и войны на Донбассе. Надеюсь, будет интересно. И надеюсь, вы оцените своими лайками и подпиской на мой канал. Особенно, конечно, нужна подписка, как вы понимаете. Из этих гребаных... Из этой гребаной монетизации... В неделю, блин, пять подписчиков. Нет, у Дружков, блин, за сутки набрался... Миллион, где-то так, подписчиков примерно. Она вообще нихрена ничего не сделала. Заявляет там... Он... 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 Интернет... Отобраны люди не знали, как там свой блок делать. Да и вообще, Дружкова мне нравилась, кстати, гораздо больше, когда он не объяснил на факт. И вот там такие истории были. Вот, кстати, например, такая вещь, когда там вот он шел с экспедиции на место падения Тунгунского метеорита. И там ему рассказали, что гроба, которая выдвинулась до него и развила палатку вместо падения Тунгуски, то они выходят ночью. Потом раздается... Вот, представляете, ночью в лесу, тайга, все темно. Ну... И вот, раздается такой крик... И тут начинают деревья ловиться с... Деревья падать сами собой, хряк, хряк. И все это происходит очень близко у лагеря. Вы бы ссыкнули, я бы точно убежал. Вот, вот эти истории были, или когда он там храму... Или когда он там храму спасли, приближался и говорил, а, дескать, храм приближается ко мне, загадочная. Это все загадочно. А когда я отъезжаю от храма, он удаляется. Это все необъяснимо, но факт. Ну, конечно, были не только дебильные истории, но и реально интересные истории. Например, про то, как одна Чувиха там, незадолго самый первый выпуск, который я посмотрел. Что Чувиха переместилась в будущее, в будущее, в Газели. И Газель попала в катастрофу, столкнулась с ТТП. И самая Чувиха, когда переместилась... Я уж не знаю, какая у нее получилась мысль она там, или там бог подсказал, или ангелы, я уж не знаю, не рассказали. Но, тем не менее, тем не менее, и она, короче, с этой Газели сошла на остановке до переплеска. И точно в Газель, как хрена, в КамАЗ. Ну, картофель мы приготовили... Картофель мы приготовили... Ух ты, а ты сейчас приготовил? Вот, ну, примерно, примерно, вот так вот. Вот так вот это все у нас выглядит. Оп, оп. Но это еще не все. Еще картофель наш, главное, ставить в духовку. Нужно его посыпать зеленью. Зеленью не абы какой, а либо петрушка, либо укропа. Так как петрушки у меня нет, сыплю укропом, самым обычным укропом с дачи. Ну, кстати говоря, сейчас, когда я готовлю это видео для вас и готовлю картофель, хе-хе. Моя мать хестла, она отдыхает на даче и не знает, каким способом я готовлю картофель. Кто-то скажет, дедушка, тебе дала три года, иди и езжай там, снимай квартиру, живи отдельно. Ребят, ну я, ну вы сейчас цены какие, я тот за ноутбук, за этот, на который сейчас это все снимаю, отдал почти полтинник. Ну какая квартира, это просто нереально. Набрать кредит, ну вы тоже поймите, что в кабалу я не хочу, я хочу быть независимым. Независимым человеком настолько, насколько это, конечно, возможно. Да, понятно, полной независимости нет. Ну, например, я сейчас не сижу перед вами Колой, да. Но, тем не менее, тем не менее, все-таки хочу быть независимым настолько, насколько это возможно в современном мире. Ну и пока я все сыплю укропчиком, также хочу дальше продолжу рассказывать всякие разные истории. Как-то раз смотрю прямую трансляцию особого мнения программы «Эхо Москвы» и мать заходит ко мне в кабинет, да, ко мне в комнату и там видит. А там была тема такая про Ленинград, ну что, дескать, Ленинград вовсе не голодал, как это было принято. Да, а тем не менее, возили продукты не только знаменитые дороги жизни, а еще и на Барша через Ладожское озеро. Но возили не абы кому, да, у простого горожанина был голод и нехватка продуктов в магазине, а партийным работникам. За это еще раз спасибо Иосифу Васарионовичу, надо сказать. Ну, конечно, и Гитлеру тоже. Ну, так вот, заходит моя мать, короче, и она уже не знает, что трансляция идет у меня на монитор. Но я не могу, как бы, организовать встречную трансляцию, то есть телемоста, телемоста нет, skype, нет, я просто тупо смотрел трансляцию на YouTube. И так вот, и она заходит, она думает, что это, типа, там, трансляция по Skype или по WordPress. Ну, короче, вы понимаете, да? И, 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 подходит к монитору, и там Ольги Бычковой говорит, да че вы врете, да че вы врете, да че вы врете, о, моя мать та еще ватница. А, и отдыхает она, кстати говоря, в старой семейке, наверное, вы потом найдете ссылочку под видео. Да, вот так вот мы разъединяем укроп, не нужно его ножом, почему? Потому что он слишком мелкий, можно так, но надо, опять-таки, чтобы это все было дело равномерным. Нет, равномерно на те же укропчик попробовать. Ммм, вкусно, вкусно. Ну, в принципе, в принципе, да, укропчик такой секрет, как бы от меня, от шаховера. Что он пригорит, будет, ну, такой может быть, но тем не менее, тем не менее. Будет очень-очень интересно. Ну, пожалуй, все, пожалуй, все. Готово у нас, да. Можно ставить в духовку. Да, еще я забыл сказать, я резал картофель, ну, когда уже начистил ее вот на той терке, которую вы сейчас не видите, но я показывал. И готовлю я не абы-какрым ножом, то есть, режу картофель не абы-какрым ножом, а ножом для резки мяса. Почему? Потому что он, ну, удобнее, чем простой нож. Ну, все, наш картофель вот так вот мы его все посыпали укропом. Ну, давайте посмотрим, вот так вот, вот мы его посыпали укропом, и можно ставить в нашу духовку. Тут еще такая вещь, херня, надо вот эти вот рамки выбирать. Так, угу, угу. Ставлю я на режим конвенция, то есть, это когда верхняя нагревательная плита работает, нижняя работает, ну, еще посередине вентилятор. А, да, еще надо было сказать, ставлю я на 200 градусов. Время я не ставлю, я включаю в духовке режим быстрый, быстрого, быстрого нагрева. Ну, а когда подаст духовка специальный звуковой сигнал, мы ее врубим. А вот на сколько, пока не скажу, чтобы вам было смотреть дальше интереснее. Включаем режим быстрого нагрева. Ну, а пока у нас все это готовится, расскажу еще парочку интересных историй. Как-то раз, ой, Сталкере. Ну, когда я вернулся с очередного задания. Сталкер, Лизов Пипятин. Ковальцев, может, после какого-то слова я не помню, но, а что тут игра? А, ну, это после посещения лаборатории X8, да. Там есть такая хрень, квест один выстрел, и вот там, если его посетить, если сделать квест один выстрел до, после посещения лаборатории X8, то игра зависает. Ну, это версия 1.600. Такое было. Я тогда вообще не знал, как у ноутбука, там, в ноутбуке вынимается батарея, батарея, ну, отверткой, или так вот можно, кнопочкой, и, ну, как бы, и перезагружается. Но я же этого не знал. И я как хренак по ноутбуку. Но самое удивительное, что, что повреждения системы, во-первых, не было, раз, а, во-вторых, ноутбук не отключился, это два. Ну, а в-третьих, в-третьих, это Ковальский, неожиданно, игра пошла вновь. Вот так вот бывает. Да, это вообще, вообще, конечно, в Зов Припяти, там, Кровососа, флипс, но это уже в режиме фриплей, ну, после того, как артилеты улетают. Со стрелком. Ну, так вот, шок Кровососа, там, вот, арка, арка, и вот так, Кровососа. Ну, классно прописали все-таки. Несмотря на кучу багов, несмотря на кучу вылетов, ну, классно прописали, в тот момент, когда, то есть, не просто какой-то монстр, а в старт, и бегают, там, по Припяти, и всех пугают, там, и убивают. А он такой, такой, видите, притаился, притаился, притаился. Притаился за аркой, за аркой в подъезде дома. И вот он, да, смотрит и наблюдает, и потом отходит, смотрит и наблюдает, пожедет сталкера, короче говоря. Но это, за это респект, разрабуем Зова Припяти. Вообще игра получилась самая шедевральная из всей серии, я считаю. Ну, конечно, самая легендарная, понятно, первая. Тень в Чернобыле, там. Но там семью концовками, я, честно говоря, запутался. Да, у всех, у всех это было, что первая концовка вы, ну, как бы, проходите, и подходите к маналит, загадывайте желания. Все, 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 хорошо, хорошо, потом, хрена, глаза у стрелка белые, все, стрелок сдох. Так что, по сути, конечно, несмотря на все семь концовок, а если он ТНТ, кстати, говоря восьмой, я думаю, многие из вас видели. Наверное, очень крутая, жалко ее оригинальной сеталке, не включили. Но я думаю, что все-таки одна концовка должна быть. Ну, и не восемь, не семь. Кстати говоря, это было, пожалуй, сами это признали, потому что в чистом небе, в чистом небе, была все одна концовка. А чистом небе вышло сразу после Тени Чернобыля, через год. Ну, так вот, касательно зооприпяти кровососа и того, как кровосос поджитает за аркой в подъезд очередного дома в Припяти, сталкер так подглядывает и отходит. И я, короче, беру с Калашникова, не с Калашникова, а с Сабакана. Сабакана, ну, там еще у меня подсолик, и Кранакова так, подсолки так, хрязь! И такой, и Краната разорвалась, там, ну, метров пяти от него, и он такой... Это, конечно же, было точно классно. А когда при эвакуации, там, у Калашникова, там, я беру монолитовый заселение на крыше Юпитера, там, беру тоже, ну, правда, уже в том момент у меня был, хэ, гром С-14, и беру так его, хрена, дыдыщ, дыдыщ, и монолитовый так падает с крыши кинотеатра Юпитера, так, хрязь! Ну, конечно, в тот момент работаю за сухой, да, изделия номер 62. Очень странно, интересно, ну, с моей точки зрения, в Сталкере, это, конечно, читать документы, ну, про секретные лаборатории, это что-то с чем-то. Это, конечно, да, много становится ясно, много, тем не менее, остаются тайны. Но это связано не с тем, что тайна-тайна заухана в Сталкере, берегите, берегите Чернобыль, а в том, что раздавали все сюжетные дыры в Сталкере, там, две могилы клыка, Почему шустрый в Зове Припяти не пошел с рядом чистого неба в чистом небе, а почему, что случилось с бродягой до Зова Припяти и после Зова Припяти, тем не менее, на все эти вопросы разработчики хотели ответить в Сталкер 2, но, увы, не вышло. Хотя, лично, мое мнение, Сталкер 2 не нужен, игра, сюжет закончился, была организована после провала войны и операции Фарватер, была организована не ИЧС, то есть, там, посыл такой, что вояки не смогли взять зону силы, и поэтому организуют научный институт, что, типа, там, детство, ну, ученые лучше, чем вояки. Хотя, если мы помним, все тени Чернобыля, это ведь все, всю эту зону ученые сотворили. Да, собственно говоря, если так в реальности брать Чернобыльскую зону отчуждения, то уж понятно, что, если бы не было бы ЧАЭС, Чернобыльская зона отчуждения бы не было, не было бы эвакуации с Припяти 26 апреля 2086 года. Часто, конечно, да, в Припятистане так крутоцкое я, и, очень было, повестно, мне очень было трудно не просто выполнить все квесты, а не действительно шедевры. я еще сохранить я когда первый раз проходил в припяти и я же не знал что можно жизни сохранить этот отряд бродяга с улус сакаров еще отряда у нас но они у меня сдохли в туннеле в припяти 1 в путепроводе а потом я все-таки почитал сталкер вики и понял что этот отряд и как при косухе отряд вояк под командованием капитана тарасова но помните все в этот диалог я ты хоть и майор но командую я я я так вот докомандовался ты ты решил нам на фото открыть обновиться охоту открылась открыли на тебя жизнь твои твои бойцы попали в засаду квест наисложнейший так как твоя задача не просто выжить а сохранить жизни бойцам отряда скат полковника ковальского все куда едино ну кроме снайпера айс это тоже ничего не сделаешь и так это было сделать это я я не то что там ты часа я 24 то есть я сутки просидел чтобы жизни всех бойцов сохранить это ну кремя это было что-то с чем-то ёб твою мать и монолитовцы затем и монолитовцы впереди и там надо следить еще чтобы там мало того что один с гасухой на крыше госпиталь там еще на втором этаже один со снайперкой потом еще один со снайперкой потом еще а четыре монолитовца как бы получилось так это парапедика выбегают это все поймать это было вообще 6 а мы в пути пловит и собственно говоря было не сладко так она вот узкий проход узкий проход а и на тебя хренак сразу 400 аркадов выбегать а еще стоит задача не пошел ты выжил выберет поляк там используешься птички и твои пальцы не пострадали было очень очень сложно но ну классно классно это тоже сделали пути провод а я до пути продать и понимал ну я там ходил по локации я не понимал то есть там вот когда идешь к цементному заводу и там дальше цементный за вот цементный завода а там дальше уже припитница это полосе он очень классно но я не понимал почему забор почему я называл изок выпить а припитать нельзя было но потом прошел сжать что через пути проводов после запада пушки в госпитале о чем я говорил ранее он горит за тобой придет ну и конечно же незабываемый момент но и так извините от меня в чернобыле число мне ли мы пока как нибудь по в другой раз я люблю больше в припяти ну ты хоть и конечно да потом перед эвакуацией военных стрелок пришел это было не забываемо то есть но я не знал что когда первый раз играл придет стрелок это было круто это было круто да непонятно шам вылезут там нет но я так думаю все таки если стрелок умудрился выжить то шаму это сделать тоже можно было разработчики вы все устанут стал либо выкрутили 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 но тем не менее тем не менее а уж пасите о все сигнал сигнал это сейчас значит мы врубаем на 10 минут запомните на весь минут и ука обсудить различность ситуация он уже ждал да ну конечно дать все таки а вот почему погулять теперь про тень чернобыля но конечно самое накручевское что придумали в тенях чернобыля это конечно локация чайс в первый раз это было не что вообще это было просто это было но то вы представьте что вот вы там на чес идете и тут хрена там три вертолета на такой пролетают а это еще было задолго до баттлфилда но современных версий задолго до клавдюти модерн варфайр ну по крайней мере я в эти игры тогда не игра не так вот этот три вертолета и голос такой за кадром разворот в трансформатную трансформатную будку так хрена хрена а это было не забываю а потом идешь идешь сцена чайс а там идешь там батарьеры горят танки горят кишки намотаны на грузовике колонна а разведчиков не просто разведчиков а разведчиков по радио химической борьбы а выдвинулась туда и и все монолитовцы раздолбали к ядрине фене и потом ты подходишь к стере через когда там уже снимает снайпера и тут вертолет садится 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 и тут так и он попадает в аномалии его крутят хрена и и лопасти винты на мелкие части а это было что-то с чем-то это было просто незабываемо на этот момент спасибо спасибо григорович да чистое небо получилось говно оно получилось говно по сути но я не беру то так меньше слишком короткая игра по сути говно получилось только лишь по двум причинам что те же самые локации кроме лиманско рыжего леса но и второго уровня подземелья не агропром те же локации даже ебаная свалка который мне подходил все раз 500 от бандитов отбивать он нахрен надо было я уж плюнул потом пошел дальше как кстати говоря в тенях черновая это быть тень черновая происходит потом один там один два раза достаточно еще и сталкер слогу кешь под контроль я думаю мы еще дам его дам рост клея ну пенс пея мулахи в теку хоккала а а рост клея метро играет выходит 3 часть будет интересно на такие цены что наверное я буду смотреть прохожение у кого-нибудь на ютубе например у парк гейма на которую я подписан хорошие тела тройки папа графе особенно а ну да давайте-ка мы поговорим уже хватит об игре эти мы поговорим на реально чернобыльской учреждения ну что у нее лучше пойти но это по плена по и силу с июля по сентябрь но понятное дело что не зимой хотя зимой припять тоже прекрасно но если нет как-нибудь конечно нелегальная экскурсия привет им шага бегать по припяти и кричит а да все знают что ты там находишься блин просто они хотят потому что очень классный парень тебя выкинуть из чернобыля ну и конечно если вы едете в нелегальную экскурсию а в чем обычно учреждения все-таки надо браться вот продукты которые не используются из-за политических причин вам надо ехать через территорию белоруссии потому что если вы поедете через например через пенгород да мягород ростов белоруссии вы поедете на войну это в лучшем случае а в худшем вас на код и реальность бул не то который сталки будьте тюрьме типа легко и можете просто затопнуть от снаряды какой-нибудь по-зашла тема по донбасс ну да так не будет сейчас говорить про донбасс все таки я завтра ну или на момент опубликования видео сегодня выйдет моя программа где я буду подводить итоги уже на момент загрузки видео предыдущей неделе да и мы с вами подробно поговорим но там на данбассе будет не будет вообще но про украину мы поговорим это я обещаю все хоть поглощу две минуты и сорок секунд осталось а я не буду вынимать сразу пусть остудится потому что это ну открываешь духовку сразу если там на тебя струя горячего воздуха и ты елок кстати я не знаю там еще у нас жигулевских штольнях был и не если андрей няшник ты меня смотришь смотришь то завету тебе все таки к нам в город приехать мы тебя встретим и отправиться под жигулевскими горами есть штольня туда отправиться но это не совсем не обун туризм как бы но дегерство однозначно для тебя тут пара ботенка что называется для твоего канала урбан туризм найдется я уж про лайк молчу я не знаю правда я не видел воздух он может был не был не знаю пишите в комментариях ну еще так хочу выразить благодарность и большой респект вырезать в группе сумки ребята не все песни не их нравится но это я делал топ их песен там почти все они у меня не просто по хит-парад и 9 песен засаняли лидирующие места в моем хит-параде песен и про чернобыль и поэтому просто молодцы такие песни просто берут за душу много послушайте послушайте там надо я сухой не буду сучку хотя хотя могу могу волосу поставить да посмотрите послушайте понравится ли вам и надеюсь будет интересно песни действительно реально шедевр она чего-то так стоит темные тоннели и опять на эти мысли плячь покой сейчас я выключу минуточку все выключаем ну и свет я включил нагрев выключил нагрев задней и верхней плиты я выключил выключила просто включил свет но вы этого сейчас не видите я уж не буду камеру передвигать ну вот картофель готов ой а я совсем забыл про чай ёб твою мать я и я забыл пока я с вами беседу ну щас 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 я сделаю даааа вот это про чё у меня таки появился ну давайте чтоб не рекламируйте так появился зеленый чай но я его использовать не буду хотя чай классный я буду использовать черный чай покрыл пол один пакетик это мать не по секрету Ну, я же вам там рассказывал. Один пакетик на две кружки сахара. А, это что, наверное, можно использовать? Ну, наверное, можно. Вот такая кружечка. Тут, кстати говоря, японские девушки изображены. Кстати говоря, давайте я подай на что-то не японские девушки. И я, честно говоря, к японцам относился не очень-то хорошо, но когда посмотрел, как я нигде шоу делаю, ну вы пейте мне хороший вид. ООООу Да. О, ПО, ПАШ. Ой... Это пахue очень с нашего РТВ, фронт ТВ вместе взятый. Ну, есть такая проблема, сейчас картофель не расставает, остынет. А чай, он сейчас будет отстывать нервнее, потому что я буквально с вами отсталкиваю и совсем забыл чай не включить. Поэтому есть секрет, как сделать так, чтобы чай быстрее отстывал. Я сейчас пойду в холодильник и кое-что достану. А вот что, это теснейшей воды лёг. Специальная баночка, туда наливается воду, но я советую наливать не из-под крана, а шприцем, чтобы равномерно получились кобики льда, чтобы получились равномерно. Я использую самую обычную воду, накипяченую, накипяченую, из-под крана. Но мне сейчас кубики... Да, кстати говоря, вещь удобная, этот хрен удобная для коктейлей. О, мне столько кубиков не надо. Вы спросите, а не меряй. Вообще, в последнее время, честно говоря, ну да, понятно, говорят, чистить зубы, а я бывает, что не просто не чищу зубы. Я даже иногда и умылаться-то забываю. Много дел, много забот, хлопот. Как говорится, политика, такое дело они терпят. От лаукатистов. Работаю... Ну это сейчас пафосно звучит, но работаю на благо России и Украины. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кубики лажу на место. Да, лажа такая корчевышка. Ладно. С этими кубиками льда. Ну, чай скипел. Сахар. Обратите внимание, я это показывал. Но я еще раз покажу, что я сахар кладу раньше, чем наливаю чайник. Три крошечки сюда, три крошечки сюда. Кипяточку, кипяточку подливаем. Чифирия. Чифирия. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чифирия. Ну и что бы чай? Попострей. Остыл. Вот такой вот он. Я сейчас не знаю, как вам показать, чтобы не облить компьютер. Ну вот так, больше не могу показать. И туда добавляем вот кубик льда. Ну и в эту кружечку, вот в эту кружечку тоже тут чай. Тоже кубик льда. Ну и смотрим за химической. Давайте два сюда я положу. Ну и смотрим за химической реакцией. Летает. Караван идет. Тут я немножко насвинчил сейчас. Уберу. Тут все дело. Лучше просите, но мне надо сейчас тоже немножко отклониться. Если нет, не в туалет, а кое-чем, что нам еще понадобится. Ну вот, уши расслабиться под подъемки. Уау. Ура. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Ну что, можно же открыть стенки духовки? Я думаю, уже настало тут время Ну, надо подальше Протвия нету Протвия нету О, чё, ёб твою мать Ну да, подгорел я, но не в уголь Ну, и я хоть и открыл стенку, стену духовки Всё-таки, всё-таки я тут пока не понимаю Пусть весь пар всё-таки уйдёт Наобжечься, это всё-таки страшная вещь Не нужно мне этого Да, это тут что-то что-то странно я Ну, всегда Лето, лето, кажется В Самару пришла жара Завтра я смотрю по Яндексу Вроде дождь будет Ну, не знаю, я посмотрю Ну, на момент выхода видео Уже сегодня Сегодня, завтра Постан на такие дела Ну, уже можно Давайте попробуем Вытащить О, что О, обратите внимание, я Я выдвигаю вот эти вот две дощечки, на которых закреплен профиль с картофелем. Я не вынимаю сразу профиль. Я вот так вот выдвигаю. Вы не видите, но поверьте мне. Вот так выдвигаю и... Ох ты, коричок. Да и что, надо потуже. Потуже. Так, 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 так. Ух ты. Поебать. Аккуратненько. Вот. Готово. Давайте так я покажу. Вот, картофелем готов. И сейчас осталось нам, по сути, только одно занятие. Это перенестить его на тарелку. Отключаем свет в духовке. В духовке загружаем туда вот эти вещи, которые мы вынимали. Вынимали в начале. Теперь на тарелочку двумя лопатками. Я левша, и поэтому мне неудобно одной. Я сейчас буду картофель перевозку грушать из противня на тарелку. Ну, кстати говоря, изначально я раньше, когда готовил картофель, я потом, то есть уже на готовый картофель, там, неважно, где в духовке, на сковороде, я потом сыпал укол. Так, тоже, в принципе, вкусно. Ну, вот мой батя поделился со мной секретом, и я сейчас с вами тоже поделился секретом. Картофель я сразу сыплю туда. Туда картофель, и мой папа сказал, что надо в духовку его засовывать, чтобы он подгорел вместе с картофелем. Что-то мне вспомнилась такая песня у Светланы Лопаты. Ты, все хорошо, ты держись, раздевайся, ложись. А может, к черту любовь. Все хорошо, ты, хотя мне больше твои глаза, наверное. Твои глаза, все такие чистые, как звезды. Вперед назад нельзя, вперед уже невозможно, твои глаза. Такое чистое, именно виние назад нельзя. Все, все, мы почти, почти у нас картофель осталась. Последний слив, эту самую вот противень, на которой был картофель, ее мы обратно засовываем в духовку. Выключенную уже духовку, это важно, ну, поименеваете, да? Ну, а дело можно, в принципе, и не задвигать. Можно так все оставить, но я так делаю, чтобы не спалиться перед матерью. Ну, что, все, спасибо, что, я противень кинул, спасибо, что досмотрели до конца. С вас лайки и подписка. Ну, а с меня вот такой вот картофель. Приятного всем аппетита, друзья. Пока. Минуточку. О, ого. Вот теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok